Друзья, всем привет! Начинаем тестировать работу маяка, ну плюс-минус я покажу как он работает, не будем прям сильно, очень сильно напрягаться и ехать. Вообще, дальность такого маяка, судя по тому, что они говорят, может достигать 400 и более километров, то есть маяк бьет очень далеко, это самый медленный протокол лоры, и он позволяет вам действительно передавать немного данных, очень медленно, но на очень большое расстояние. Поэтому мы сегодня будем пробовать просто в городе, посмотрим, что из этого получится, я думаю, этого хватит, чтобы, ну, по крайней мере, в городе тут столько много всяких вот объектов, которые нам будут, в принципе, мешать, поэтому я думаю, этого будет достаточно, чтобы проверить, в принципе, насколько он стабильно будет передавать данные. Все, линк пошел, 10 милливатт, давайте я переключу вот здесь, кстати, на 25 милливатт, а, он больше 10 милливатт не позволяет по USB подключать, ну ладно, 10 милливатт, в любом случае этого достаточно, нам нужно отрубить аппаратуру. Для тех, кто не смотрел обзор приемника, где я рассказывал, как именно работает это все дело, сейчас расскажу чуть подробнее. Как включить ваш маяк? Если у вас упала модель, и у вас остался включен аккумулятор, подключен, то ничего не произойдет, модель не перейдет в режим маяка, по идее, на последнем экране Crossfire, вот здесь все еще должны иметь ваши последние координаты, плюс-минус, вы должны пойти туда, и уже там вручную включить через вот это меню Find Mode, вы говорите, да, переключить режим в режим маяка, он отключается, и включается заново. Все, и у вас начинает гореть фиолетовым, и здесь показывают уровень сигнала, высоту под GPS и координаты, если они все еще передаются. Вы направляете аппаратуру в разные стороны, ищите худший сигнал, и в противоположную сторону уйдете. Если вы хотите чекать лучший сигнал, то использовать лучше всего очень направленную антенну, тогда можно идти на лучший сигнал, тогда будет проще. При каком случае приемник выключается и ничего не включает? Если ваша аппаратура находится близко, то есть RSS высокий, и у вас аппаратура отключается. То есть, если я сейчас включу аппаратуру, ваш приемник просто отключится. Также, если у вас включена была модель, но не была включена к аппаратуре, а просто вы включили, что-то проверили, выключили, аппаратура не была включена, ваш приемник точно так же абсолютно просто выключится. Во всех остальных случаях включается маяк. Здесь, как видно, красным горит наш приемник. Отключаем питание. Все, маяк заработал. Включаем маяк. И в течение 10 секунд ты должен поймать сигнал. Да, сигнал пойман, 70% показывает. Чем ближе мы к нему подходим, тем процентов становится, естественно, больше. Здесь, после того, как вы нажали кнопку, можно либо отключить ресивер, либо продолжить работать в Find Mode. Итак, мы на расстоянии километра. Сейчас он показывает 0. Но в какие-то моменты, вот, как видно, фиолетовый загорается. Маяк у нас примерно в той стороне. Если у вас батарейка не отсоединилась, и у вас GPS все еще работает, вот здесь у вас должны будут отображаться координаты. Но поскольку у меня все GPS вообще не был подключен, и аккумулятор, я считаю, полностью вытащил из модели, сейчас он мне здесь ничего не показывает. В какой-то момент становится наш модуль фиолетовым, поэтому мы с вами идем потихоньку в ту сторону. Напоминаю, расстояние приблизительно километр. Сейчас он показывает 0. Следующее, что я делаю, это я смотрю, с какой стороны у меня больше сигнал. Сейчас мы уже подошли где-то на расстоянии 600-700 метров. В эту сторону я пытаюсь, ну, получается, экранировать своим телом немножко антенн, ну, и эта антенна более-менее направлена как раз в ту сторону. Сейчас он здесь показывает 21, чего-то туда-сюда, 22. Давайте развернемся на 90 градусов. 11, 12, 17, то есть 15 ниже. Здесь он показывает 0, здесь показывает тоже 0,7. Ну, в общем, плохо, поэтому мы сейчас развернемся еще обратно сюда, и здесь он показывает 23, 24, 25 процентов сигнала. Продолжаем двигаться. Итак, парни, у нас сейчас расстояние приблизительно 370 метров. Суть в том, что чем ближе вы подходите, тем хуже работает эта система. Нужна все-таки направленная антенна, которая будет больше угол отрезать, потому что сейчас она почти не отрезает, и у нас вот эта вся, например, ну, где-то там у нас самолет, вся, получается, эта область, у нас нормальный сигнал принимается. 9 процентов, 0, потерял сигнал. В эту сторону 0, в эту сторону 16, 20, поворачивайся обратно сюда, 35, 33. То есть, ну, вот здесь в данном случае очень хорошо видно, что в том направлении все верно. Поэтому, если вы будете именно рассчитывать на поиски аппарата, вам стоит еще взять какую-нибудь дополнительную антенну, которая позволит вам более направленно вычленять сигнал. Потому что, ну, ну, или надо что-то реально придумать, какой-нибудь рефлектор, может быть, сзади какую-то пластину положить, может, руки сложить, к телу поближе прислонить и так далее. Так, и у нас осталось 140 метров. Как видно, здесь у нас сейчас показывает что-то там 47, 48. Поворачиваемся сюда. Здесь показывает 36. Несмотря на то, что мы уже близко подошли, в принципе, вот, ну, визуально я уже, да, определил, что он здесь. Даже на таком расстоянии, когда у нас осталось 15 метров назад, поворачиваемся, у нас сила сигнала 60%, 62. Здесь 56, 55, в эту сторону 65, 68, в эту сторону 60, 58. Ну, то есть даже на таком расстоянии вы достаточно легко можете определить направление сигнала. Чем ближе вы подходитесь, тем больше он становится. 72, 74. И, пожалуй, вот мы подходим к самолету. 80, 81, 82, 89, 90. И, пожалуйста, вот он, наш самолет. В общем, друзья, маяк от TBS очень прикольная тема и получает, что, имея приемник от TBS, и, причем, не важно какой, просто в маленьких аккумуляторах, нет? Если у вас просто вот этот аккумулятор соединится, вы, ну, уже не сможете на него позвонить. Но если у вас, например, обычный, самый обычный, не знаю, фристайловый 5-дюймовый аппарат, но с системой Crossfire, вот точно так же можете зайти в ваш модуль, включить режим Find Mode. Скорее всего, в течение 10 секунд он поймает сигнал, и точно так же вы можете находить ваш аппарат. И это не зависит от того, где вы находитесь. Действительно, система пробивная, бьет очень далеко. Даже по земле вы видите, в каких условиях, то есть там, действительно, километр деревьев. Считайте лес, километр, вы можете брать, действительно, дистанцию в пару километров, спокойно, я думаю. Если вы возьмете, причем, еще не такую антенну, а направленную, вы можете брать, действительно, большие расстояния. Получается, имея любой приемник на борту, если у вас остается питание, вы можете использовать его для поиска модели. Сначала вы находите по координатам, если у вас был GPS, если нет GPS, то у вас просто ограничена дальность, приблизительно, ну, сколько дальность пробивая система работает по земле. В лесу это километр, полтора, два. На стоковых антеннах с направленными, конечно, в разы можно увеличить. А если у вас просто плоский рельеф, там, в полях, то это еще, там, километров 5-10, может быть, пробить можно. Если у вас направлены антенны, прямая видимость, если вы, не знаю, самолет на гору посадили, и где-то там у вас все-таки осталась прямая видимость с ним, с направленными антеннами запас протокола действительно гигантский. Как заявляют разработчики, несколько сотен километров. Ну, это, конечно, цифры такие, взяты, считайте, с потолка. В реальности можно поймать, я думаю, километров с 20, если у вас на прямая видимость, либо по земле километров 5-7, в принципе, я думаю, с хорошими направленными антеннами можно взять. В любом случае, с приемниками Crossfire, получается, все модели оборудованы так называемым маячком, который, если у вас есть аккумулятор, если у вас остался подключен аккумулятор, позволит найти очень точную модель. Это аналог какой-нибудь пищалки, только работает гораздо дальше. Если у вас приемники diversity, это nano diversity или большой diversity, то там у них есть еще и собственный аккумулятор, который не позволит приемнику просто отрубиться в случае краша, ну, и тогда у вас шансы найти модель практически 100%. На этом, друзья, все. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, заглядывайте в описание. Даже несмотря на то, что маяк недалеко бьет, и у вас все равно большинство моделей, которые летают далеко, остается GPS, вы приходите на точку на GPS, а там уже в радиусе нескольких сад метров, может быть, километров-полтора маяк точно сработает. На этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok